Теперь я распространяю все, что я говорю, и на Украину тоже. Вот это вот, ну и не стал бы. Ну ладно, ну вы знаете, ту даму, которую я вспоминал, да? Там, где они фальшивыми саженцами торгуют. То есть они, может, не фальшивые, но умрут все. Ну сами понимаете, какие к черту персики, когда продают, Москва продает, там же я посмотрел адреса, Москва и Смоленск. Какие к черту персики? Без районирования, без ничего, все умрут. Скажите мне на милость. Вот вся Россия, да. Ну в Херсоне я бы жил. На черта вот это в Херсоне, он же учит. И там опять просмотры, смотрите. 42 тысячи. Конечно, уже не полмиллиона, не 600 тысяч, и не миллион, как у той дамы. Вот я вот представил себе, что у меня руки, вот это уже, знаете, вот где он ветку режет, это как бы пальцы нам отрезают. А вот когда скелетные ветки отрезают, это как бы ноги и руки отрезают. Ишь, что потом, долго мы проживем? Обрезка при посадке, да. Потому что, вот, обрезка для того, чтобы сраженный случай прижился. Половина крона, тик. Ну это, конечно, формализм может быть больше, меньше, зависит от корней. Обрезка санитарная, сухие ветки, ладно, отрезайте. Но не на кольцо. Оставляйте эти самые. Пусть сухие, оставляйте. Там 10-20 сантиметров, оставляйте эти, которые ненавидят. Все общественности, все вековы народом. Один я говорю, оставляйте. Не делайте обрезку на кольцо. Даже вот эта сухая ветка, огрызок ее, и тот защитой служит. Так что, повторяю, обрезка для того, чтобы он лучше прижился на новом месте. Раз. Санитарная обрезка. Два. Обрезка на маларине. Три. Я все за обрезку. Обрезка для того, чтобы уменьшить крону. Вот. И на. Мне как-то все, это всюду с меня стекается информация. Господи, хоть бы кто-нибудь один бы в этих министерствах имел такую информацию, как у меня. В одном из. Я тогда не то, что не обратил внимания. Я нигде не задокументировал. Итак. Областной центр. Такой же, как я, белокатовщик. Так же мерил эти дороги. Так же показывал, что это дорога смерти. Так же по обочинам эти. Вот. Придумал знак. Знаете, какой у него был знак? Ну, как обидно. У меня это есть. Ну, где? В каком-то из фильмов. А их столько, что погребен. Найти не смогу. Вот. Он придумал знак какой? Огромная красная капля крови. Тоже. Конечно, до Денисенко ему как до неба. По качеству, да. Вот. Все-таки череп, кости впечатляют. Вот. Но он придумал. И обратился. А, кстати, про нее. Статья была. Вот. А ему ответили. Вот ищите сотни тысяч и устанавливайте. Вам хоть для людей дело есть. А что ответили этому в областном центре ГАИ? Когда обратился человек и знаком пришел. Такой же, как я. Ну, мы же как городские сумасшедшие. Вот. Ищите сотни тысяч, ставьте. Вот так. То есть, когда-нибудь это дойдет. Ну, в общем, я называл пальцы, загнул обрезка на вложение. Вот эту можно назвать обрезку на вложение. И еще обрезку на снижение кроны. Когда центральный проводник угнетается, обрезается. Делается то ли стерящая, то ли полукустарника крона. Главное, чтобы не лезло вверх там, где могут эти самые ураганы ветра уничтожить. И цветы, и целиком деревья побегать. Вот столько мы проговорили. Кто не хотел назад смотреть, смотрите сюда. Ну, что вам непонятно-то? Ну, не отсюда же она попала. Не отсюда, не отсюда, не отсюда. Ее, по идее, если когда-нибудь будет. Но это будет. Меня не поймут даже сторонники. Если я возьму все это, вытащу и подожгу. Здесь за 20 лет скопился материал, как убивать деревья сотен тысяч авторов. Я вам фотографию показывал эту, но я ее не расшифровал. Просто как тихий ужас. Ну, представляете, замерзнет земля, вода зимой. А это доктор наук. Ему надо вот эти саженцы продавать. И он взялся сам, своими интеллигентными ручками, вот, взял. Вот они, ручки интеллигентные. Доктор наук. Выкопал огромную яму. Вы представляете, как она провалится потом? Самое страшное, когда вот яблони, запятая, грушу. Груша, даже жить-то и откажется. Не только там. Яблони может дойти до плодоношения, прежде чем сгниет. Не везде у этого нас погибнет, у Андрея с Латвии. Руть какая-то, это же абрикос. А ведь у нас есть привычка распространять это все на полностью, на все это. А потом пришла зима. Это другой снимок, с другой оперы. Но я его для чего использую? Представляем, что вот эта вот яма с бордюрами, вот та огромная, вот здесь вот. Еще снегу. А снег потом тает начинает. Яма заполнится 100% и будет несколько недель в воде будет стоять, вот эта вот, в воде. А вот это другая края. Ребята, ну если уже вы идете за железом, так сказать, ноздря в ноздрю, пожалуйста. Вот. Я не придираюсь уже ни к строениям корней, ни к чему. Я только одно скажу. Корни висят в воздухе. Поливать их трудно, высыхает сразу. Дерево долго болеет. Так. И еще и крутых холм. Ну почему нельзя было холм делать пологий? Вы что, краски жалко было? Вот так вот сделать. Ну он же зимой замерзнет. Омская, говорят, снега нет. Иркутская область. Я говорю, вся, целиком. Они же огромные области, как Франция. По несколько Франций. Они гигантские области по размеру. Ну пишут конкретно люди, конкретно. Снега нет, морозы трещат. Вы думали, когда советовали? А красиво. Я бы так не мог. А это что? Древневосточные абрикосы Бродского в саду уже лезут. И ту же рекламу. Херак. Самая подлая фирма из всех. Здорово, да? А потом вот это, посмотрите на этого мальчугана. Ну, посмотрели? Вы представляете, что его ждет? У него хорошо, вот тут все зарощено. Нет тут черного пара. Ну, если он хоть немного садит, то ли так, то ли так, вот, то ли так. Чем дело кончится? Еще, это, такие детей, еще миллионы. Вы уже полностью отучили от земли миллион людей. Полностью. Кроме каторжей, он туда, там ничего не ждет. Вот он символ. Это ребенок, он может... Ладно, насчет, что такое, как должны деревья расти. Учитесь, учитесь. Вот. А это я называю мои, вот видите, это как калаш. Вот. Мы в Зазеркале живем. Вон там, с той стороны, вот эта красота, вот этот мир. А нас это научат деревья губить. Вот. Это я уже показывал. Вот. Это мои первые, эти, столетние давности, мои первые публикации. Как правильно погубить плодовое дерево. Что изменилось с тех пор? А? Вот. Кипит работа. По унистяжению деревьев. Уже больные, уже несчастные. Уже их надо вырубать, чертой мать. Они никогда не будут плодоносить. У них кора полностью сгнила. Это грибы, значит, коры нет. Вот. Вот здесь надо было написать. В стране дураков кипела работа. Ужас какой-то. А вот это уже это. Сколько нам надо таких детей? Миллионы. Вот таких вот. Вот таких вот. Вот. Вот таких вот. И не надо бояться их заставлять работать. Там вот человек работает пять минут. А потом делают, что хотят. А потом живут, как хотят. Но на земле, на земле, на земле. Вот. И вырастут нормальными детишками. Я надеюсь, вы меня смотрите. Вот она с детьми учится. И вот она приезжает. Это было как. Так. Утром получила пакет с косточками для школьного сада. Уделена вашими подарками. Т-т-т-т-т. Будем срефицировать. Двое больше. Достаю. Перепаковываю. Так. В общем, дальше идет отчет. Дело-то не в этом. Самый впереди. Самый лучше впереди. Значит. Смотрите. Здесь уже рейт затарагивается опять. Старификация. Мы сегодня не успеваем. Мы про старификацию поговорим в другой раз. Я вам рассказываю только один кусочек. Смотрите. Надо же так случиться. Она приезжает ко мне в гости. И разжится материалом. И, конечно, в августе мог что-нибудь попробовать прямо в саду. Вот. Настоящий фанатик садовоческий. Значит, мне приехала. И я при ней... Так совпало это. Я при ней достаю банку, которая в одной из холодильников в самом дальнем углу. Забыто. Если вы помните, эту банку я вам показывал. С сухими косточками. Которая была прижата к этой. И эта тоже банка была прижата. К стенке к ледяной. Ну, в большей холодильнике, которая там выше может. Вот. И я ее когда открыл. А я еще... То ли присутствовал, то ли чуть позже этого была. Когда открыл, я был в шоке. Это случилось 9 августа. Так. Они должны были все перерасти. И у меня есть фотография, я вам показывал. Где там... По 20 сантиметров эти. Прямо в банке. Вот как эти вот. Видите, только два таких. Вот. А их-то тут много. Сотни. И вдруг я убедился, что они даже в своем виде не думали, не стали сходить. Ну, может быть, еще парочка пыталась сходить. Вот. И тогда у меня сразу несколько наблюдений. И время вопроса задать себе. А что же вот эти две, которые не просто взошли, а так и перешли? Чем они отличаются, эти косики вишни, от тех, которые распят до сих пор? Чем так отличаются? Сказать чем? Невероятные силы схожести. В дичайших условиях. Вот что такое сертификация. Она еще ниверирует. То есть, когда взошло бы тут, допустим, 100. Которые из них вот эти две? Неизвестно. Но это я как бы люблю поговорить. Так вот. Приезжает Дарев осенью. Может быть, в этот день, на следующий. Может, через неделю. А что бы я подсунуть? Ну, или то подсунул, то подсунул, то подсунул. Там разбирайтесь, садитесь, мучайтесь. Вот. Но мне я сказал так. Фактически Дарю, а вы испытаете. Получается, вы отработаете этот подарок. Это уже получается невескладно. Вы отработаете. Отработала. Внимание. Валерия Константинович. Большое благодарность. И перебираю кости широкими, подарили время моего путешествия. Так. Вы мне обручили кости и вещи в обраке на песке. И попросили заложить эксперимент. Кстати, полностью была банка герметичная. Полностью сладкий песок. А именно высадить старинфицированной песке сначала зимой кости под зиму и посчитать процесс хорости. Эксперимент пришлось сильно изменить. Прочите сами. Ну, короче, посмотрите. 24 ноября что получилось? Вот это получилось. В августе, то есть начали сходить, естественно, уже в конце августа. То есть будет стать сетябрь, октябрь, ноябрь. А вот столько еще зайдут, может быть, позже. Вот так разделяет природа. Условия были примерно одинаковые. Так разделяет природа. Это мощность, сила роста. В плоте 2 отдельный разговор. Это феномены. Вот. Но такие надо выявлять. Но это отдельный разговор. Я просто затонул тему, которой надо очень-то новое заниматься. А не выведением новых сортов. А плюс В равняется С. Мы уже, вот вы, наука, за ближайшие 100 лет не выведите столько, сами, своими руками, сколько мы уже вывели, любители. Так вот, это сила роста, мощь, а это резерв главного командования. Упал метеорит, закрыло небо, посреди лета загибнули средники, вся жизнь погибла. Раз, через год, два-три рассеялись эти самые пыль, солнце начало прогревать землю, и земля тут же покрывается с дружными сходами. Только с левишными. Вот они, сила у них какая. А вы, европейские ученые, начали помогли людям, абсолютно невиновным ни в чем, помочь уничтожить лишнюю высоты. Гордость России. А, опять Чехова вернулся в праздничном высоте. Гордость России. Вы убили, вы даже не догадываетесь об этом. Самое страшное, что если бы хотя бы вы поняли, что так нельзя так же жить. Ладно. Да, я хотел каждую страничку пересчитать, попробовать на зуб, помусорить. А приходится быстро. Все, наше время стекло. Вот, что я еще не успел сказать. Я не успел сказать. Вот они. Вот эти непривитые сливы, да. У меня кости в море. Я говорю, подсовывать там даже не просит. Вот. Ну ведь великолепная вещь. Ну почему их нет в России? Ну как это понять? Убить невозможно. Урага с... Это... Уничтожить невозможно. Лезут и лезут, лезут и лезут. Да что это такое? Да, Александра? Тимуршка, наверное, уже уснул. Это ее мемо. Сейчас покажу, для чего она тут. Еще буквально пару минут, Антон Валерьевич. Это она покоит очередным этим. Вот список длинный. Вот. Это я отсюда вижу кто-то из ваших клиентов. Поэтому пошли кто. Антон Валерьевич. Так. Теперь, значит, что следующий снимок показывает. Что будет, у меня замысляет вопрос. Что будет, если вот так это роскошь, да? Апликосы вырастить. Какие будут плоды? Не знаю. Ну... Вот. Вахрушев написал, такой, короче, нарисовал мне, такой. Сейчас заканчиваю, потому что нам надо, догадываясь. Ценю ваше время, но нам надо рекламировать эти косточки. Иначе, на чем жить-то будем? Знаете, это примерно напоминает тот анекдот, когда ребенок говорит. Ой, как хорошо, что у нас папа пьянется. Как хорошо, что он пьет. А то где мы ему взяли бутылки, чтобы сдать и купить хлеба? Вот такой же случай. Ну, вот, допустим, Вахрушев посылку получил, огромное спасибо. Вот. И вот такой коллаж сделал, здорово, да? Вот это вот, посмотрите, какие косточки. Здесь крупняк у меня капнул. Вот. Потом, что с них будет? Тоже косточки самые огромные. Что с них будет? Ну, что это? То есть, что-то будет. Мои черенки. Их тоже получил Вахрушев. Здорово, да? Посмотрите, качество черенков. Какое дряни я получал раньше? Ну, что, сейчас я это уже просто листаю. Рекламу сделал. Остальное будем потом говорить. Есть о чем поговорить? Есть. Есть о чем поговорить. Вот. Есть о чем поговорить. Есть несколько интересных, но уже не буду, время вышло. Несколько интересных, хитростей, которые я же исполнил. Сам догадался. Вот. Чернобаев догадался. Общение с такими людьми много дает. Есть на продажу вот такие, уже выставляю на продажу. Десертные косточки. Вот. Вот она учеба. Ирина Александровна, привет. Привет. Вот. Уж вам-то мозги не запудришь, как этим нарисованными абрикосами. Вот оно, детство. Вот еще один. Вот это все будет клан железовых. На мне не остановится. Не остановится. Ясно. Вот. Это все клан железовых. Это все клан железовых. Это яблоко никто не травил. Вот. И эти дети не вырастут бездельниками. Никогда. Посмотрите на эту личность. Сейчас. Внимательно глядите. Я уже время мало. Я хотел, чтобы ты людям лекцию прочитал. Вот. Ты же будущий блогер. Ты успел сказать людям, что ты будущий блогер? А. Сказал, да. Вначале. Смотрите. Я уже не вам говорю. Земля завозится со стороны, так? Сверху высыпается надежно, так? Семилетний ребенок, 75-х, знает об этом. Выкапывать надо с комом земли. Землю не стряхивать. Представляешь, Тимош? Читаю статью. Берем, выкапываем. Землю стряхим, корни моем, потом садим. Я. Крыша едет, и все. Я ничего понять не могу. Куда я попал? Мир дураков. Твоя работа. Выдернул. С комом земли. Посадил. Так. Полил. Так. Обрезку сделал. Так. Сильная обрезка, иначе не прервется. Саженец уже с цветочными почками. Вот. Подвязал. Так. И сел уроки делать. Бедный ребенок. Бабушка-учительница. Вот. Сколько ты заработал на этом ведре? Не помню. 100 рублей. Вот. А вот это минуты отдыха. Вот он, твой друг Иван. Передавай ему привет, и заканчиваем. Привет, Иван. Вот. Которого недели надо было, день рождения, да? Тоже собрала? Вот так. Ну, все на сегодня. Сейчас я Антону Валерьевну. Спасибо. 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 Продолжение следует...